Друзья, добро пожаловать на геймстезе. За видня Джекмана мы продолжаем проходить третьего Ведьмака. Что-то мы давненько не играли в Ведьмачка, так что давай-ка посмотрим, на чем мы остановились. У нас два гнезда. А, я вспомнил. Здесь высокоуровневые противники, поэтому сюда пока не суемся. Ну и на этом вроде как все с вопросительными значками закончено. Можно двигаться в Новиград. А, смотри, тут вот есть вопросительный значок. И вот тут еще спрятаны сокровища. Короче, нахер. Все равно здесь еще после Новиграда, после посещения Новиграда и вот чтения вот этих вот досок объявлений появится еще куча вопросительных значков. И когда буду заниматься вопросительными значками, загляну и вот в эти места. Поэтому сейчас мы направляемся в Новиград. А, вот есть быстрое перемещение. Самое близкое, значит, мы туда и пойдем. Сейчас поставим меточку вот сюда вот. Мне уже не терпится встретиться с Трис, а поднять ее, поцеловать, сказать ей, как же я по ней скучал. А про Кейромец мы ей ничего не скажем. Не надо ей знать этого. Хотя, знаешь, я думаю, что если даже она узнает про Кейромец, она все поймет. У Геральта же практически каждый день может быть последним. А они с Трис очень долго не видятся, потому что всегда находятся в разных местах, занимаются разными делами. Все эти дела очень важные. Поэтому что Геральт, что Трис имеют право там немножко налево сходить. Я так считаю. Так, теперь сюда. Да. 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 Давай позовем Плотвушку. Плотвуша, иди сюда. О-о-о. Вот это вот городище, конечно. Прям огромный город. Ух, чувствую. Какие же там будут приключения интересные. Ой, как красиво. Подсолнухи. Поля. А впереди огромный город. Как же здесь умиротворенно. Зайчата бегают, никто их не трогает. Видать, здесь очень сытый народ. Раз даже дикие животные сюда не боятся заглядывать. Это вы про меня, что ли, мадам? Какой же Геральт чучело. Он идеал мужской красоты. Портовые ворота. О, первый раз вижу, чтобы чувак какой-нибудь на лодке плыл. Еще такого здесь я не видел. Ну, пошла Плотва. Плотва! Ты че встала-то? Какая непослушная. Еле расшевелил. Давай-ка мы здесь нашу лошадку припаркуем. И дальше пойдем пешочком. Ой, извините. Не заметила вас. Ни хрена здесь толпа. В Аксинфурте даже близко так не было. Охренеть. Так, что за восклицательный знак? Ну-ка. С кем здесь нужно поговорить? Эй, ты че? Дубина! С вами что же? Привет. Я не могу с вами поговорить. Вот эльф. С эльфом надо поговорить. Но я не могу навестись на эльфа. Ну-ка. А че такое? А, типа я ее спас что-ли? Чисто распугал этих чуваков и все? Задание выполнено или че? Не понял. Че сейчас вообще такое произошло? Что-то вы страшно бледный. Она сказала, пожалуйста, вы же знаете, что я не со мной сделаю. Ну да, наверное, чисто надо было распугать этих чувачков и все. Блин, какой же офигенный город. Такой прям живой. О, какой краснолет. Бандит. Куда мы вражу сейчас? Бандит. Сколько здесь всего интересного будет. Бандит. Очередной приблуд из теней. Круто. Ребят, только не ругайте, что я иду пешочком так медленно. Ну, куда спешить-то, блин? Ты посмотри, какая красота. Здесь просто грешно бежать. И пропускать все это великолепие. Рыночек. Из какого-нибудь далекого юга у тебя эти ткани. Так, знаешь что? Мне, наверное, сейчас нужен торговец какой-нибудь. Чтобы ему продать все барахло. Купец. Купишь у меня все барахло, нет? Пошел. Что у тебя там? Так. Он вроде торгует травами, но готов купить у меня все барахло. Этот меч мы не продадим. Так. Блин, какое же здесь все-таки неудобное меню. Ну, в смысле интерфейс не очень удобный. Так. Вот этот вот меч надо... Взять. А тот, который у меня, продать. Семь тысяч восемьсот пятьдесят пять. Золото. Представляешь у меня? Это я просто богач. Будь здоров. Можно просто жить и ничего не делать. Так. Вот. Прошу. Что? За 141. Отлично. Нейси. Будь здоров. Надо будет еще сходить к кузнецу и починить доспехи, мечи. Наш чудесный Новиград жемчужина городок Отлог вечного огня. Но вот тьма поднимает. Оу. Что происходит? Да, да. За что? Тебе, выродок, особый костер. Ты будешь гореть медленно и молить о смерти всеми голосами Слафу, как всех боится. Я не сделал ничего дурного. Ничего. Я просто хотел жить, как вы. Помогите, люди добрые. Ты видел, у него лицо поменялось. Это получается, они что, колдунов сожгли? Но обычно ведьм колдунов сжигают. Надеюсь, Дуду не попался. А кто это такой, Дуду? Калеб Менге, Фелиция Кори, Ля Шарель. Ну это у нас новые персонажи появились в Бестиарии. Тут тела горят, а эти пляшут вовсю, танцуют, радуются. Средневековье? Что тут еще скажешь? Тим! Тим! Можем потом попробовать сами дома. Смешно тебе у него это. От природы на злобность, чтобы стать аналогом. Сразу поймем. На этой стороне контора лучшего товара не сыщешь. Там уж на было что-то. И что с того? Наверняка все ее барахло давно уже перекопали. Не понял. Что здесь произошло? Эй ты! Проваливай отсюда! Мы с этим домом работаем! А давай-ка поговорим. Меня ваша добыча не интересует. Мне нужна чародейка, которая здесь жила. И ты думаешь, мы в это поверим? Да. Да. Должно быть залегла в какой-то норе, как все остальные. От кого она скрывается? Храмовая стража села из-за магов. Травит их, как крыс. Кто может знать, где она скрывается? Я бы ее поискал в гнилой роще. Гнилая роща. Интересное название. Гнездо отбросов и страшилищ. Порядочного человека там не сыщешь. Поэтому ты решил, что моя знакомая там? Я никого не хотел обидеть. Где эта гнилая роща? Понятия не имею. Но говорят, там нищие и всякие чудные ошиваются. Тебе там самое место! Может и так, только я не знаю, где это. Говорят, туда можно дойти по каналам, которые выходят где-то за городом. А где именно, мало кто знает. Ну или нищих поспрашивай. Или найди вора и выследи его. Поговаривают, что нищие воры платят дань королю нищих. Значит, они и про гнилую рощу знают. Значит, здесь у нищих свой король? С короной, со скипетром? Зря смеешься. Это прозвище, понятное дело. Только с королем этим каждый в Новиграде считается. И ты поосторожней. В рощу даже менги не суются. Кто меня звал? Чего хотел? Менги. Храмовая стража. Взять это воровское семя в комнату дознания. Но, господин, за что? Это ж барахло чародейской суки. Так по-твоему, их имущество можно грабить? Но, магии и чародейки не закона. Но их скарт. Забота храмовой стражи. А Новиград, город законопослушный. Сами позарились на ее вещь. Так, я не разбираюсь с животных. У них хороший слух. Чего ты от меня хочешь? Я не буду с ним дискуссировать. Я просто скажу, что ты от меня хочешь. Пошел нахер. На что ты намекаешь? Здесь я задаю вопросы, ведьмак. Пошел в жопу. Когда пыль чует мотыльков, так и я чую чудовищ. В Новиграде нет места таким, как ты. У тебя на меня ничего нет. Я слышал, что Новиград не место для магов и чародеек. Теперь ты говоришь, что он не для ведьмаков. И для кого он тогда? Для праведных людей. Исповедующих единственно истинную веру в вечный огонь. Пока я не могу тебе ничего сделать. Но я знаю, что ты здесь. Один неверный шаг. И ты пожалеешь. Я буду первым, кто об этом узнает. И тебя отправят на дознание. Как каждого магического выродка, который набрался наглости марать наш город. До встречи. Только рыбнись, урод. Так, отыскать вора на главном рынке и пробраться за ним. Поговорить с нищими о короле нищих. То есть, у нас есть два варианта, как попасть в гнилую рощу. Но мне вот больше нравится проследить за вором. Это как-то более приключенческий, что ли, звучит. Смотри-ка, они ничего не забрали. Ну, в смысле, храмовая стража. Я думал, они... Сами хотят здесь все себе прихапать. Ой, хорошо-то как. Ё-моё. Надеюсь, тресть ничего не случилось. Какие щетки для волос использовала только Трис? Ясно. Так, ну-ка. Благовоние? А вы, коренья. Трис решила стать целительницей. Ага. Она что, здесь только одними фруктами питалась, что ли? Так, здесь ничего. Пойдем посмотрим, что на втором этаже. Ну, жила она, конечно, очень хорошо. И вид из окна прямо на рынок, да? На площадь. От амулетов исходит магия. У Трис аллергия на эликсиры. Вот здесь, по-моему, не только на эликсиры аллергия, но и на магию. То есть, она не может применить магию на себя. Она может пользоваться магией. То есть, она прям очень мощная магичка. Но при этом, на себя она не может накладывать, по-моему, чары. Или я ошибаюсь? О! Одежда Трис. Раньше она ее не разбрасывала. Роза памяти. Роза памяти. Вся высохла. Это ж та самая роза, которую мы во второй части ей подарили. Или не мы подарили. Ну, короче, мы вместе были, когда она эту розу получила. Потом мы с ней там в воде плескались. Классно, что есть такие, ну, можно сказать, пасхалочки. Так, ну-ка. Так, ну-ка. Тут ничего нет, да? О, видишь? Стальные пластины чуть не упустил. Ладно, все, пошли. Что-то, короче, ничего такого не нашли. Но я думаю, что с Трис ничего не случилось. Это же не результат какого-то побоища здесь. Это просто Трис в попыхах покинула свой дом. Вот. А потом пришли всякие грабители и устроили вот такой бардак. Кхе-кхе-кхе-кхе. А может, это храмовая стража здесь все? Разбросала. Хрен знает, короче. Ну, думаю, что Стрис... Так, вот. Че? О, мое извинение, сударь. А ну-ка, най отсюда! А вот и воришка. Держи вора! Так, надо за ним проследить. Че с камерой-то встало, не помню. Так, следы, следы, следы. Че, упустил вора, что ли я? Твою мать. Ну там, вон, есть еще. Ой. Огнем дышит, блин. Напугал немножко меня. Так. И че? Что? Ищем вора. Видел? Многих официанток? Нет. А есть на что глаз положить? Таких как ты! Вообще в навигра отпускать нельзя! Приехали из краев, которые захватил Нильфгард. Тогда придется какой-нибудь из них показать навигра. Блин. Замечательная мысль. А че? Я слышал о тебе. Давай там посмотрим. Ах! Ах! Я думал, что с этим домовым это просто шутки. Но вчера он и меня. Ах! А второй меч у тебя на случай, если первый сломался. Тухлого мяса нажимался. Да нет, как раз плохо. У меня под яблоками было контрабандное вино спрятано. Ах! Где? Кто? Где? Кто? Во! Вижу. Ну его же нам не надо ловить. Нам надо просто за ним проследить. И-ы-ы. Бедные яйца честью богатым. Так... У одного ничьи за спиной... Малый ты какой-то. Тухлого мяса нажрался. Счеты сна до жем за на дороге... Ну и милостивый сударь, дай мне хоть крону. А если не дашь, моя больная матушка с голоду помрет. Че-то ты врешь, чувак. Где король нищих. А зачем я за вором иду? Вот тебе деньги и отстань. Ну он, конечно, врет, но у меня так много денег, почему бы и не расщедриться. Держи. Спасибо тебе, милостивый сударь. Хочешь, я расскажу тебе историю моих злодлючений? В другой раз, я спешу. Очень спешу. Оп. Мородки-то так кормят, что потом в два дня можно сытым ходить. Это только в хорошем месте встать, когда объемки выразят. Эх, какие красотули тут порхают. Груди как дыни. Прям так и тянет помацать. Да помацать че. Никто не осудит. Че упустил? А, нет. Так. Как у них все слажено. Так, вот здесь вот сейчас спрячемся. Не знаю, оборачиваются они или нет, но вроде ни разу еще не обернулся вор. Но я все-таки буду поосторожнее. Только пришли в Новиград и уже достаточно интересный квест. Но это очень грамотный дизайнерский ход со стороны разработчиков. Считаем, мы пришли в город. И нам дают такой квест, где мы пешочком гуляем чуть ли не по всему городу. Бежать нельзя, потому что этот чувак нас по-любому заподозрит. И мы вынуждены идти пешком. То есть, таким вот образом нас разработчики знакомят с городом. Такой, скажем, тур получается. Так, здание дополнено Костры Новиграда. Че он там встал? Можно подслушать? Моё почтение старшему охотнику за колдуньями и господину судье. Давай нам тоже, что всегда. Разумеется. Если и дальше так пойдет, я вам скидочку сделаю. И хорошо. Люблю трахать страхолюдя. А в нормальном борделе бабы с тремя сиськами запрещены. Все, он ушел. А меткой здесь осталось. Значит, нам сюда. Постучать. Открывай. А ты кто? И чего здесь хочешь? Я понял, что за воротами. Да я просто город осматриваю. Интересно, что тут за воротами. Моему Шурину тоже было интересно. Так он уж пятый год как в земле гниет. Ой, ты серьезно, что ли? Присмотрись ко мне. Что ты видишь? Желтые зенки. Два меча. Видится мне, что ты мутант-убийца. Я слышал, что это подходящее место для страхолюдов. Это ты верно слышал. Знаешь пароль? Ходишь даром. Не знаешь? Платишь налог на нашу рощицу. Я не знаю пароля. Тогда плати. А кулаком по роже. О, у нас же прокачан Акси. Я не буду платить. Пропусти меня. Так точно. Не зря прокачивал. А может быть и без прокачки бы это сработало. Ну, хотя вряд ли. Скорее всего, если бы я не прокачал Акси, то... Мне пришлось бы заплатить. Либо... Узнавать пароль. Ой, как здесь темно. Небо вроде ясное. А здесь темно, как в жопе, блин. Так, ну-ка. Немножко огня не помешает. Что тебя беспокоит? Я на один гласный чар носит. И мечи не убить. И там Азра. Благодарю, господин. Истинное чудо. Как тебя благодарить? Убедись, брат, из городского совета, что чары нужны не из прихоти. Они необходимы. Так не послушают. Они менги боятся. В таком случае передаем, что если кто из них за не может... Пускай сует башку в пламя вечного огня. Теперь дайте мне отдохнуть. Так, ладно. Врешь, говорит, из тебя выйдет толк. Вот бы всем детям родили, так говорили. Хорошо. В наши тайны вечны. Трис? Наверное, пора кое-что прояснить, черодейка. Самое время. Мы с моими людьми справимся и без магов. А вот маги без нашей помощи... Это зверьё для ловчих из храмовой стражи. Кого я вижу? Геральт? Здравствуй, Трис. Я вижу, вы знакомы. Я вижу, вы очень хорошо знакомы. Мне было интересно, сможешь ли ты сюда добраться, ведьмак. Она ещё красивее стала. Твои шпионы донесли тебе, что я ищу гнилую рощу? Если бы я не держал руку на пульсе, рыбы давно бы жили в моих блазницах. Кроме того, гнилая роща – обидное прозвище для нашего пристанища. Блин, я хочу разговаривать с Трисом, а не с этим лысым придурком. Интересно, как ты назвал бы этот притон? Кабы знать. Может, сад свободы? Для человека, который собирает дань с нищих и воров, ты весьма романтичен. Ты называешь это данью, а я – налогами. Для тебя это воры, а для меня – работники. Видишь ли, ведьмак, у меня есть очень серьёзные планы. Далеко идущие планы по обустройству этого города. Может, тебе стать городским советником? Городской совет – это марионетки на ниточках, за которые дёргает иерарх Вечного Огня. А в последнее время ещё и Родовиц со своими охотниками-заколдуньями подёргивает. Мнимая власть меня не интересует. Да ты мудрец. Когда-нибудь так называемый вольный город Новиград действительно станет больным городом. Чтобы это получилось, здесь нужно изжить предрассудки. Трындёж про святость Вечного Огня. Хорош для детей. Видно, не только для них. Во время казни вся толпа ликовала. Чернь всегда любила смрад палёного человеческого мяса. Но когда-нибудь люди поймут, что Вечный Огонь нужен только за тем, чтобы держать их в руках. Это место называют Гнилой Рощей. А прогнил сам Новиград. Добро пожаловать в последний оплот благоразумия. Я рад, что человек вроде тебя попал в наш город. Потому что однажды он станет нашим, Геральт. Попомни мои слова. Вашим? Ну, скажем так, моим и моих друзей. Но это уже совсем другая история. А сейчас я оставляю вас одних. Потому что вижу, что именно этого вам и нужно. У меня масса дел в городе. Я с удовольствием к тебе присоединюсь. Такая она офигенная стала вообще. Во второй части она прям вообще симпатяшка была. А тут... Ещё симпатичнее, блин. Я тебя с ним за уговор. Он тебя использует? Скорее помогает мне выжиться. Если бы полгода тому назад мне сказали, что Трис Миригольд пойдёт на службу Новиградскому королю нищих, я бы не поверил. Полгода тому назад Трис Миригольд рассталась с близким человеком. И должна была начать всё сначала. Всё вышло не так, как я мечтала. Идём. Посмотришь, как выглядит моя жизнь. Пойдём, пойдём, посмотрим. Блин, и чё, дождь пошёл? Госпожа Чародейка, вы прекрасны, как всегда. Жаль расставаться. Я скоро вернусь. Я так понимаю, ты в Новиграде по важным делам? Более чем важно. Я кое-кого ищу. И кого же? Девушку, которая мне как дочь. Она? Здесь? Это невозможно. Есть доказательства. Я надеялся, ты что-то знаешь. Ты здесь уже довольно давно. Помоги мне найти хоть какой-то след, хоть что-нибудь. Я сделаю всё, что смогу. Надо подумать. Кто может что-нибудь знать? Блин, я реально думал тоже, что она что-то знает про Цири. Оказывается, она вообще делов не знает. Врать она точно не будет врать Геральту. Ну, может быть, если только сама Цири не попросила Трис не говорить никому, что она здесь, включая Геральту. Хрен знает. Погоди, у меня полный мешок магикарий, а эти идут прямо на меня. Я вообще по натуре не пугливый, но тут у меня просто жопа вспотела. У меня не было выбора. Я кинул мешок в воду и сказал, что это дохлый кошак. Не поверишь, но мне поверили. Надо найти этот мешок, умник. У меня заказ. Так он, небось, на дне. Повезло ещё, что он утонул. Так что поищи, думаю, он найдёт. Предлагаешь мне заплатить, а потом нырять в ледяной вонючей воде? Ну, и я нырнул. Где ты выбросил свёрток? Рядом с журавлём, у второго мостика от порта. Не ожидал и такого самопожертвования. Я всё равно хотел освежиться. Пойдём. Стойте. Слышите? Это за нами пришли. И раскололся он только, когда я стал припекать ему пятки. У каждого есть своё слабое место. Я как-то мага допрашивал, который не чувствовал боли. Ну, совсем. Я и ногти рвал, и яйца ему защемил. И ничего. А потом оказалось, что он боится щекотки. Я положил ему жука на живот и прикрыл кружкой. Так он чуть с ума не сошёл. В этот раз нам повезло, но... Выходите-ка лучше каналами. Через подвал. Береги себя, умник. Так было интересно сейчас со звуком. Ощущение было, что звук не в наушниках был, а где-то из монитора. Так, спуститься в подвал. А где подвал? А можно тебя полутать, чувак? Яйцо. Заберём. Вода вот прям вообще хорошо. Хлеб. Так. Ну, я его грабану чисто из-за того, что... Он очень плохо сделал свою работу. Меня чё ещё немножко удивило, то, что Трис такая удивилась, что Геральт готов... Нырнуть в холодную воду ради него. Добрый день. Он аж для него далеко не последний человек, ё-моё. Я ж ей кольцо подарил в первом Ведьмаке. Практически обручился с ней. Всё? Всё. Ой, здрасте. Он чё в подвале держит утопца? Сквозняк, значит, выход здесь есть. Умник не стал бы нас обманывать. На этой стене должен быть рычаг, чтобы открыть тайный проход. Рычаг, чтобы открыть тайный проход? Сейчас здесь мы всё... Вот ещё сундук. А это? Нет. Всё. Да. Давай поговорим, Трис, а? Не знаю, хоть нормально поздороваемся, что ли? Обнимемся. Использовать. А вот и рычаг. Вот. 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 Потом возьмутся из-за негодяй. Эльф и жоп... Где-то здесь и должен быть свёрток. Если умник ничего не напутал. С тех пор, как его допрашивал Менге, у него началась мания преследования. И что-то вроде склероза. Думаю, свёрток снесло к морю. Я проплывусь в сторону порта. Поплыли вместе? Спасибо. Как-нибудь в другой раз. Ты не знаешь, что теряешь. Там полно прогорклого масла. По-моему, она прекрасно действует на кожу. Очень странное решение дизайнеров. Трест не договорила, и сразу врубилась каст-сцена. Ну, потому что мы пришли к чиппоинту, где запускается каст-сцена. Это нехорошо. Я ж не мог знать, что здесь будет каст-сцена. А то бы остановился и дослушал бы её. Разработчики, по идее, должны были сделать так, что она доходит практически до чиппоинта, останавливается, поворачивается к Геральту лицом, договаривать, что она хотела там договорить, а потом разворачивается и идёт дальше. Так было бы правильнее. Тогда бы я понял, что, ну, типа, надо постоять её, послушать. Она там что-то про эльфов начала говорить, и всё, на этом разговор резко прервался. Это неправильно так делать. Так, под водой какие-то сундучки, но это не то, что нам надо. Но мы, конечно, нырнём сейчас. А, вот и лопа там засветилась. Всё рядом. Кожаный свёрток. Всё. Блин, погода всё портит. Ты, если там под мостом немножко постой до утра, ладно? Я тут как бы... Немножко помедитирую. Ты уж не ругайся. Надеюсь, дождь прекратится. Солнышко выглядит. Тучи рассеются, да? Ну, пожалуйста. Да твою мать, грёбаный дождь, а! Ну, так не бывает в природе! Ну, ты говно, а! Ой! Каждый раз прям бомбит с этого дождя. Особенно, когда ты садишься медитировать, дождь прекращается, и буквально через пару часов опять начинает лить с такой же силой. Чё, и гроза, блин! Мы ж не в тропиках находимся, блин! Понтер не настолько сильно испаряется, чтобы так часто здесь лили дождей. Ну, Понтер это и Катя. Большая. Ну как, нашёл? Или промок понапрасну? Как это понапрасну? Я люблю, знаешь, иногда поплавать в канале. Я встретил пару рыб, ржавые якори, обломки лодки. А, вот ещё что. Мой свёртвик. Вроде ничего не промокло. Ты очень мертв. Лежу ты в своей стихии. Ты ещё помнишь, в чём заключалась моя стихия? Полгода срок небольшой, а с клерозом я не страдаю. Амнезия у тебя была? Я всё вспомнил. Полностью. Это хорошо. Теперь никто не сможет себя использовать. Меня кто-то использовал? Я. Я никогда так не считал. Я тоже. Нам надо спешить. Мы не будем спешить. А ты три вспомнишь? Нет про кольцо-то, блин, в первом Ведьмаке. Мы с тобой обручились, а? Ещё пытались Альвина усыновить. Почему она с Геральтом общается так, как будто бы он ей, ну, чисто так, товарищ? Привет тебе, чародейка. Привет, Брандон. Не ожидал, что ты придёшь ни одна. Я тебе мешаю. Ты сказал, что ты чародейка? Трис, ты говорила этому человеку, что ты чародейка? Конечно. Когда она искала работу, то с этого и начала. Трис, ты что? Это, конечно, неосторожно, но в Новиграде большая конкуренция. Если бы я назвалась обычным крысолом, никто бы меня не нанял. Прежде всего, никто бы не поверил, что такая очаровательная женщина занимается травлей грызунов. Ну, хватит разговоров. За работу. Трис, ты обговорила с господином Брандоном финансовые условия? Мы договорились на 300 кром. Брандон и компания серьёзная фирма. У меня самые большие склады зерна. Так, заплати нам половину, ты заплатишь нам авансом. Мне не слишком нравится, когда купец прибегает к грубой лесте до окончания работы. Это не лезь. Я констатирую факты. Я тоже. Тебе придётся заплатить ей вперёд. Боюсь, это невозможно. Тогда сам гоняй своих крыс. Теперь понимаю, зачем она тебя взяла. Ладно, вот вам 300 новиградских крон. Знак моего доверия. Надо разложить эти кристаллы по всему складу. Везде, где найдёшь хоть какие-то следы крыс. Наконец-то она сняла этот капюшон. Теперь мы можем наслаждаться её симпатичным лицом. в одной комнате, а ты другой. Ищи любые следы крыс. Я понимаю следы мантикоры, но следы крыс... Я бы тоже предпочла сейчас сидеть в Королевском Совете. Но мы его короля убили. Ищи щели. Выходы. Так, мы расставим ладан, а что потом? Я наложу заклятие, и крысы уйдут. А можно не рассовывать этот ладан? Что-то мне не хочется искать крысиный помёт. Что с Керамец мы в пещерах ползали и там разбирались с крысами. Что с Трис? Это что такое? Крысы и девушки. Геральт, это... Что за херня вообще? Херак крысы смелые, смотри. Прям под ногами ходят. Жирные такие ещё. Совсем оборзели. Так, разместите приманки для крыс по всему складу. Воспользуйтесь для этого ведьмачьим чутьём. ноль из трёх. Давай смотреть, не знаю, там по углам, по стенам. О. Вот, похоже, нужное место. Мне нравится мне этот тип. Брандон? Мне тоже. Слишком он жирный. Это точно. Но не понравилось мне то, что он не стал торговаться. Видимо, ему очень важно вытравить крыс. Трис, он купец. Он живёт тем, что торгуется. Если бы я обращала внимание на такие вещи, то умерла бы тут с голодом. А что, ты не можешь себе наколдовать еду? Это же не применение магии на себя. Можно телепортировать еду. Чё, всё? Оранжевая область пропала. всём сообщить Трис, что задание выполнено. магическим первеном. Сейчас я подожгу ладу, и у нас будет минутка поговорить. Да. Ага. Теперь подождём, пока они вылезут. Интересный способ. Раньше мне с крысами не везло. Как-то я хотел похвастаться ведьмачьими рефлексами и в темноте убил одну вилкой. Нет, я попал, действительно попал. Только вот никто этого не заметил. Для них было слишком темно. Ну, так как тебе моё житьё бытьё? Я проделала немалый путь от советницы короля от Эмири до Крысолова. Я просто очень рад, что вижу тебя живой, здоровый и... Смирившийся. Хорошо, что между нами нет обид. Каких обид? Это правда или ты... В смысле смирившиеся? Это правда или ты притворяешься? Хорошо, что между нами нет обид. Почему у них такой разговор, я не понимаю? Это из-за Йеннифер, что ли? Так я, Йеннифер, ничего не обещал. Я с ним только один раз в Кайр Морхен подсылался и то это было во сне. Не понимаю. Я знал одного человека, который насмехался надо всем, даже над бедами. здравый подход. Думаю, он дожил до глубокой старости. Когда в битве он потерял обе ноги, то сказал, что так даже лучше, что они больше не будут болеть. Прекрасно понимаю этого человека. Я знаю, только он обманывал сам себя. А у него был выход? Хороший вопрос, Трис, хороший вопрос. Может, и не было. Может быть, ты права. Впрочем, правду знает только он. Да, правду о себе знаем только мы сами. Иногда делимся ею с близкими. Даже если она неприятна? Да. кто знает? Может, когда-нибудь? Ну, расскажи, как там Йен? Откуда ты знаешь, что я ее нашел? Ты не ответил на мой вопрос. Как дела у Йен? Да вообще насрать. Так себе. Не знаю. Я пока не знаю. А что именно тебя интересует? Неважно. Я уже все поняла. В смысле? Что она поняла-то? Он ненавижу вот эти вот недосказанности. Вот женщина и вот такие вот. Нихера себе. Работа сделана, придурок. сделана. Геральт, это... Я знаю, кто этот рис. Мои друзья попросили, чтобы я их уведомил, если вдруг наткнусь на какую-нибудь чародейку. Я не смог им отказать. Это ловушка. Мне эта история сразу не понравилась. Если эти ребята собрались помочь нам с крысами, они опоздали. Мы уже сделали работу. Не зря ты заплатил заранее. Я заплатил заранее, потому что знал, что вернул себе свои деньги. Так теперь выглядит жизнь чародеек в Новиграде. Вижу, и мне это не нравится. И вот, что я предлагаю. Пускай, господа охотники, как пришли, так и уходят. Они этого не сделают. Ладно, поговорили. Делайте, что собирались, но помните, я вам постараюсь помешать. Хватит слушать этого сукина сына. Вот и я так думаю. Убейте их уже. Оба убейте. Ну, раз вы не хотите уходить так, как пришли, значит, вы идете по-другому. Ой, дурачье. Понятия не иметь, с кем связались. Так, давай-ка, слышишь? Не обманули, как дитя мало. Если бы не ты, надо найти Брандена. Да. И немножко его... А, так он тут стоит. Нет, не убивайте, сударь. А они меня заставили. Если бы я не сказал, они бы спалили мне добылапку. Охотники на колдуньей жалости не знают. Пощадите меня, добрый человек. Не уподобляйтесь этим кровопильцам. Заткнись. Надо бы убить тебя. Но польза от твоего трупа будет только чайка. Поэтому ты заплатишь двойную ставку сейчас же. Хорошо. Вот. Вот вам ваши деньги. Ты пшел отсюда. Пшел отсюда. Пожалуйста, моя хорошая. Береги себя. Не за что. Абсолютно не за что. Не за что. Рад, что помог. Ты знаешь, я все думаю, кто бы нам помог с Цири. И мне пришла в голову неплохая мысль. В городе живет одна она и романтка, Карина Тилли. Говорят, очень сильная. Никогда не верил сновидящим. Карина очень способная. По крайней мере, попробуй. Карина сейчас работает недалеко отсюда. Иди вдоль канала в сторону от рыбного рынка. Дом стоит недалеко от моста. Его владелец богатый банкир Де Йонкер. Ты не пойдешь со мной? У меня еще осталось пара дел. Очередной склад с крысами? В любом случае ничего приятного. Такие уж времена. Блин, рассказывай, я же могу помочь. Ты же видишь, я классно помогаю, я все понимаю. Приятно было встретиться. Рад был снова тебя увидеть. И я очень рад. Иди скорей, пока Карина опять где-нибудь не затаилась. А если я захочу тебя найти? Я живу в обрезках за рыбным рынком. Мне будет очень приятно, если ты ко мне заглянешь. В таком случае до свидания. Обязательно заглянул. Ой, как я был рад видеть Трис, вообще прям. Давайте, друзья, на этом мы эту серию закончим. Надеюсь, вам понравилось. Если вам понравилось, то обязательно ставьте лайк. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь, нажимайте на колокольчик. Блин, уже все слова у меня в голове запутались. В общем, с вами был Джекман. Желаю всем всего самого наилучшего. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok